Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Завода! Меня зовут Дима и это прохождение Киберпанк 2077. Друзья, перед вами на экранах труп Декстера Дэшона. Того самого Декстера, который убил нас в конце первого акта. И мы сюда пришли, чтобы забрать у него его пушку. Пушка план Б. Находится этот труп на свалке. На свалке это восточная часть города. Получается, по дороге вот этот просаг можно сюда проехать. И здесь, как видно, дорога уже кончается. Нужно проехать немножко дальше. И вот в этой части, в этой зоне находится этот труп. Та сама территория, где мы приходим в себя в начале второго акта. Также здесь есть быстрое перемещение. Для удобства, если у кого-то оно открыто, можно переместиться сюда. И также здесь есть новое, точнее новое, простепенное задание. Но оно не отображается здесь никак на карте. Только можно ее найти по факту. Вы пришли, увидели и получили. По-другому никак вы его, это задание не найдете. Вот, ну что, давайте посмотрим, что тут у него за пушка. Как пупком он у нас сверкает-то. Так, пушка план Б. Посмотрим характеристики ее. Вот она, план Б. 266 урона в секунду. 64, 78 урона за выстрел один. Так, 3,75 это, ну, 4 выстрела в секунду. Так, снаряды, которые могут рикошетить, выпускает. 39,48 физического урона дополнительно. 13% вероятность кровотечения. И 1,7 коэффициент урона при попадании в голову. Это хорошо, но, но, эта пушка, мне кажется, все равно не подойдет. Потому что я играю с глушителем. И мне нужен именно точечный, разовый урон. Мощный и сильный. А здесь этого нету. Здесь больше на скорострельность упор. Ну, ладно, побегаем с ней. Может, я ее улучшу, и она будет классной. Посмотрим. Вот, вот так она. Нет, это не она. Сорян, сейчас мы ее оденем. План Б. Вот она, эта пушка. Черная, кайфовая. С розовым прицелом. Кайф, кайф. Вообще, найс. Голову нельзя ему стрелить, к сожалению. Так, а вот в этом холодильнике находится у нас сюрприз. Здесь и есть дополнительное задание. Давайте откроем. Ах, твою ж мать. За свою жизнь я четко усвоил одно простое правило. Никогда не лезь в чужой холодильник. В лучшем случае наткнешься на прокисшее молоко. А в худшем, и вот так ни хера себе. Не как сам Рэйч Бартмас. Какой Рэйч? В смысле, какой? Говорю же, Рэйч Бартмас. Тот самый, который грохнул первую сеть. Дата Крэш. Рэббитс. Потеря пакетов. Господи, мальчик. Ты, блядь, откуда такой вылез? Я-то его ни с кем не спутаю. В двадцатом году по всему городу висели плакаты с его рожей. Все на него охотились. Но еще бы. Враг государства номер один. Вот ведь бедняга. Лежал тут, как дохлая крыса в морозилке. А потом что-то перемкнуло, и он оттаял, как свиной окорок. Ага. Судя по аромату, лет двадцать назад. Так, короче, все. Больше не могу, я пошел. Да погоди ты. Мало ли, что тут еще может быть. Древности времен первой сети еще поди на паровой тяге. Жалко уходить просто так. Ладно, я подумаю. Вот именно, все равно спешить некуда. Посмотри, вдруг найдешь чего. Во! Это Элайла от SGA Tech. Лучшая кибердека в своем классе. Вот, а я тебе говорил. Иногда стоит и в дерьме порыться. Слушай, я тут подумал. Помнишь Никса из Посмертия? Он вроде в старой технике разбирается. Я бы к нему обратился. Кто знает, что можно вытащить из этой штуки. И так, нам нужно к Никсу в Посмертии. И вот мы в Посмертии. Теперь идем к Никсу. Показывать ему эту кибердеку. Что дальше? Вызываем наряд? Или по-быстрому пристреливать? Да. Да. Слушай, Никс, я тут нашел деку Бартмаса. Что еще расскажешь? Небось и пленки Тьюринга заодно? Я серьезно. Сам посмотри. Ох ты! Ни хренаж! Ви, это как? Ты где это намыл? Да так, в холодильнике за городом. Под гниющим трупом прежнего владельца. Да. Бартмас в своем репертуаре. Дозор его искал и в Шанхае, и в Лахоре, и в Сантьяго. А этот засранец сидел в сети. И мог бы еще долго продолжать свои дела, если б питание не вырубилось. Из нее реально что-то вытащить? Само железо разваливается, плюс там конденсат. А память, небось, зашифрована так, что... Давай без подробностей, возьмешься или нет? Могу попробовать. Весьма вероятно, что ничего из этого не выйдет. И тогда инфа будет потеряна. Навсегда. Ну, кто не рискует, короче, делай. Ладно. Клади Деку на стол. Только осторожнее. На, держи. На, держи? Вот так? Без всяких церемоний? О, Ви, достая ты душа. Найди ты Святой Грааль, насыпал бы в него орешки. Ладно, приступим. Данные повреждены. Но не все. Пароль. Попробую брутфорсом. Не, не вышло. Раньше вообще было принято инжектить вредоносный код. Ха. Порядок. Остался последний барьер, но вообще-то как-то все слишком просто. Уж кто-кто, а Бартмос мог бы и заморочиться. Воу-воу-воу-воу. Братан, че с тобой? Алло. Блядь. Алло. Блядь, не умирай. А, блядь, жопа, пиздец. Давай, Ви, думай быстро. Пару минут, и его мозг поджарится до хрустящей корочки. Че делать? Че делать? О. Выключить, включить. Чтоб тебя. Ну, живой? Вроде как. Только в череп горящих углей насыпали. Так. А что случилось-то? У тебя начались судороги, свет погас и все заискрило. Пришлось вырубить питание. Вроде сработало. Черт, дека! Блин! Все данные стерлись. Ничего не осталось. Ну, может и к лучшему. Кто знает, что там на ней было. Вдруг опять бы сеть упала. А я вот часто думаю, как бы мы сейчас жили, если бы вернулись в эпоху телефонов. Или даже телеграфа. Может и счастливее были бы. Слушай, вообще мои услуги обычно стоят немалых денег, но в этот раз я у тебя в долгу. На вот, возьми. На этой щепке пачка демонов. Их, конечно, не Бартмас написал, но ты все равно возьми, вдруг пригодятся. Спасибо, Никс. Ты как? Ничего оклемаешься? Может, помощь нужна? Не, не. Все в порядке. Выпью пачку болеутоляющих, полирну вискарем и буду как новенький. Все в порядке.